Письмо и привет! Задолго до того, как Сочи добился возможности красиво размещать пять колец, в нашем городе появилась своя олимпийская история. В 1956 году первую медаль нашей стране с Олимпиады в Мельбурге привез сочинец Харис Юничев. Да, сегодня большинство старающихся на соревнованиях по плаванию ориентируются на Майкла Фелпса. Но открытое первенство Краснодарского края по плаванию, кстати, самое массовое соревнование в стране, носит имя Хариса Юничева, а рекорды в нашем сочинском бассейне все-таки обновляются по пыли. Мы проводим краевой турнир по плаванию. На призы нашего сочинского пловца Хариса Юничева, который в 1956 году участвовал в Олимпиаде и привез первую бронзовую медаль по плаванию в СССР. В этом году мы проводим, с 1993 года мы это проводим, этот турнир. В этом году у нас рекордное количество, 879 человек из 10 городов. Каждый город еще представляет несколько команд, это максимальное количество, какое вмещало весь Краснодарский край. Больше соревнований еще не было нигде. У нас есть звездочки, мы надеемся на дальнейшие их неуспехи, на дальнейшие наши показания вступления в сборную команду Краснодарского края, чтобы они представляли наш город на всероссийских соревнованиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы ведем статистику по школе рекорды на каждой дистанции. Вот вчера у нас мальчик побил рекорд, который держался с 56, 50 лет. 50 лет держался, только-только мы достигли этих результатов, побил, мы очень рады. Надеемся, что это восходящая звезда нашего плавания. Сначала я даже не знала рекорды. Но потом, когда я один рекорд случайно побил, то я начал этим, ну, типа, более, ну, относиться лучше. И сейчас у меня уже есть два рекорда в 12 лет. Я с детства хотел стать Майклом Солпсом, ну, по крайней мере, и стремился к этому, но пока что вроде бы иду нормально, но... Майкл! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 … 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 …… … … … … …… … 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 Вырастите, у меня будет олимпийское золото, и я хочу стать чемпионом мира. Что для этого необходимо сделать? Тренировки, тренировки и тренировки. С утра до вечера? Ну, время, да. Какое свободное время на тренировке, если можно. А школа не страдает от этого? Нет, хорошо учусь. Одни пятерки? Ну, четверки, пятерки. Молодец. В таком случае, когда нам стать олимпийского чемпиона Тиму Аракчееву? В каком году? Когда мне будет лет 16, 17, 15, хочу уже стать олимпийским чемпионом и выполнить мастер МСК. Мы ждем. Почему не стыдно проигрывать на соревнованиях? Это же не стыдно, раз ты не расстраиваешься. В следующий раз выиграю, в следующий раз. Уверена в этом? Молодец. А почему уверена? Много тренируешься тогда? Да. Сколько тренируешься? Три часа. Три часа? Каждый день? Это же очень сложно. Нет. У тебя какая мечта в плавании? КМС. КМС так скромно. А не хочешь стать чемпионом мира? Нет. Почему? Не хочется. А зачем ты занимаешься плаванием тогда вообще? Для здоровья. Для здоровья? Получается? Да. Не болеешь вообще? Нет. Выше стало всех остальных в классе? Да. На сколько сантиметров? Ну, на много. Тонк. Что? По словам... Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, было очень сложно. Самое сложное? Нет. Акулы плавали там? Конечно. Крокодилы хватали за пятки? Нет. Соперники трусы пытались украсть? Нет, я от них оторвалась. А что тогда самое сложное было? 200 комплексов. По запрошенной дистанции. Так, что это такое? Это когда-то померз 50 патерфеля, 50 на спине, 50 брас, 50 крови. Когда разворачиваться приходится. Там же можно запутаться. Ну, я уже плаваю 6 лет. Меня тренер научился модеть. Чемпионом был? Нет, пока не был, но я очень к этому стремлюсь. Моя главная задача здесь была выполнить третий взрослый разряд. Так сказать, прийти с юношей уже к более сильной группе и побороться за медали. Задачу выполнил? Задачу выполнил. А для чего разряд нужен сегодня в спорте? Скажи, пожалуйста. Сегодня разряд нужен для того, чтобы подтвердить мастерство. Ведь на некоторые соревнования не пускают просто без спортивного разряда. Это показывает, что ты имеешь духовную силу воли, силу тела, что ты можешь плыть быстро и конкурировать с самыми лучшими. И однажды стать олимпийским чемпионом? Вполне возможно. Задачу такую поставился? Да. Сколько необходимо тренироваться, чтобы стать олимпийским чемпионом? Всю жизнь. Необходимо тренироваться всю жизнь. Ведь совершенству нет предела. Вообще самое главное в плавании для меня это получать удовольствие от того, что я плаваю. Но удовольствие получать не простое, а спортивное. То есть это удовольствие такое, когда ты устал, когда ты отдал все силы и ты доволен собой. Получаете? Конечно. Ждем олимпийского чемпиона из Кастанара? Когда? Когда? Ну, спорный вопрос. Но реальный. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победила? Нет. Выступила уже? Да. Расстроилась? Не особо. Почему? Неинтересно было на соревнованиях? Интересно. Что, какие у тебя были дистанции? 200, 100, а завтра 50 будет. Не сложно так несколько дней выступать? Нет. Много тренироваться приходится, наверное? Да. Сколько ты дней тренируешься? Насколько часто в неделю? Сколько часов? Ну, я тренируюсь в 6 дней в неделю. И там 3-4 часа. Это же очень много. Ну, не знаю. Нормально так. Тяжело же? Ну, да. А зачем так много времени на это тратить? Ну, чтобы хорошо выступать. Сколько раз уже была чемпионом? Там все и 7 раз. Это круто быть чемпионом, когда ты по плаванию? Ну, как? Ну, медаль тебе дали. Ну, и что? Дальше тренироваться надо. Для чего тренироваться дальше? Чтобы больше результатов достигать. Каких? Рекорды, там, медали. А почему все эти медали? Ну, как? Чтобы добиться успеха. Успех – это когда ты доволен собой. Когда ты чувствуешь, что вот ты старался, долго тренировался, и вот это не зря. Насколько это важно, побеждать на соревнованиях? Ну, для ребенка это очень важно. Как бы… А если не получается? Пытаемся достигать результатов. Вы в трагедию превращаетесь? Нет, нет, абсолютно нет. Считаем, что если в этот раз не победили, в следующий обязательно победим. И собираетесь жить, видать, со спортом, либо это как для роста? Нет. Ну, если получится, конечно, хотелось бы развиваться дальше. Ну, если как бы нет, нет. Но пока у нас все четко, все хорошо получается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok